Сейчас у нас выступает Любовь Тимошенко. Life Typing, правильно? Да. Вот. Как менеджерить жизнь, мне прямо интересно, о чем ты расскажешь, поэтому с нетерпением передаю тебе слово. Ребята, привет. Меня зовут Любовь Тимошенко, я из Life Typing. Это омская IT-компания, мы делаем мобильные приложения. Я вам расскажу про то, как менеджерить жизнь, что я имею в виду под словом менеджерить в этом контексте. Я не имею в виду, как научиться что-то суперклассно, планировать, организовывать, контролировать, делать что-то еще, чтобы вам жить было комфортнее. Хотя планировать, организовывать и контролировать, безусловно, полезно само по себе. Я скорее буду рассказывать про то, как вам научиться на уровне привычек, навыков думать и действовать таким образом, чтобы у вас в жизни будто бы само все каким-то образом организовывалась, и вам от этого было классно. Кто я такая, почему я про это рассуждаю? Я Любовь Тимошенко, написано вот тут, вот тут, фотография, можете сравнить. Я руководитель проектного офиса в лайфтайпинге. Долгое время я руководила проектными менеджерами, сейчас другой человек это делает. И я директор по стратегическому развитию. Раньше я вела блог про менеджмент, там в конце я дам на него ссылку, я его больше не веду, но там есть всякие полезные штуки по менеджменту, которые остались, их можно будет тоже почитать. Перед тем, как я вам расскажу сам доклад, маленечко отчасти вводной, у вас есть две штуки. Решения в жизни, которые вы принимаете, и внимание, которое вы тратите на эти решения. И ваша жизнь, ваша карьера, те классные или не классные события, которые с вами происходят, они зависят от ваших принятых или непринятых решений. Есть профессор по менеджменту Исхак Адизес, и он говорит такую штуку. Если вы решили стоять на месте, это может оказаться худшим решением в вашей жизни. Потому что если вы находитесь на правильной дороге, но вы стоите, вас может сбить грузовик. То есть непринятые решения тоже имеют значение. Вы можете принимать какие-то решения качественно, только если вы на них уделяете внимание. Сами по себе качественные решения не примутся, к сожалению. И получается, что внимание это один из основных ваших активов. Чем больше внимания вы уделяете каждой конкретной задаче, тем качественнее результат по этой задаче. Ну и соответственно, чтобы вам добиваться в жизни каких-то классных, хороших, качественных результатов, вам нужно уделять внимание на классные вещи, а на какой-то шум, рутину и так далее поменьше его стараться уделять. Бывают разные способы принятия решений и в зависимости от того способа, который вы выберете, они по-разному расходуют ваше внимание. Во-первых, вы можете какие-то решения принимать чисто на интуиции, вам кажется, что нужно поступить так. У вас тогда вообще никакого внимания не тратится, но такое решение вы не можете воспроизводить и в следующий раз у вас может не получиться, если что-то вышло в предыдущий. Вы можете принимать решения на основе своего опыта. Повспоминать, что вот когда-то вы делали вот таким вот способом, вот тогда получилось, нужно делать вот так. У вас тратится огромное количество внимания на вспоминания, на то, чтобы подточить этот опыт, сделать его релевантным и так далее. И воспроизводить решения на основе опыта вы можете, когда вспоминаете, что вот похожий опыт у вас когда-то был. Вы можете принимать решения на основе каких-то навыков, то, что вы выучили на уровне каких-то скиллов в действии, как нужно поступать. И тогда у вас тратится среднее количество внимания, но когда вам нужно принять решения в этой плоскости, вы всегда плюс-минус можете это воспроизвести. И вы можете принимать решения какие-то просто фоново по привычке, потому что вы привыкли думать таким образом. И у вас тогда супермало на это внимания тратится, но вы всегда фоново какие-то качественные вещи делаете правильно. Вот, это конец матчасти. Про что я вам буду рассказывать? Я вам расскажу пять лайфхаков о том, как превратить какие-то свои решения и интуицию в привычки. Чтобы вы на автоматизме это все делали, и на рутинные какие-то вещи по планированию, вытаскиванию дидлайнов и так далее, поменьше тратили свое внимание, а тратили его туда, куда действительно стоит его тратить. В жизни вам после моего доклада усилия придется все-таки прикладывать, но на какие-то вещи поменьше. Каким будет мой доклад? Я тут начала с матчасти. Я вообще очень люблю умных людей, которые умеют считать. И я хотела сделать какой-то умный, очень технологичный, классный доклад. Потом я посчитала. Сегодня воскресенье. Мы здесь собрались к 11 утра. Было 6 рабочих дней. У всех какая-то дичайшая фоновая тревога. Я подумала, что какого-то мозга на переработку информации много свободного не будет. Поэтому своя игра про менеджмент. В общем, сейчас будем играть в свою игру. 5 вопросов про менеджмент. Можно выбрать категорию. Я, к сожалению, не нашла способ сделать в Google презентациях, чтобы можно было свободно перемещаться между вопросами. Поэтому выбирайте категории по порядку, пожалуйста. По-моему, есть квиз так называемый. Да. Выберите, пожалуйста, категорию. Менеджмент за 100. Менеджмент за 100. Отлично. Представьте, кейс. Как до начала задачи понять, что вы уже продолбали дедлайн? Есть такая ситуация. Через 2 недели вам нужно пойти в отпуск. До вашего отпуска 10 рабочих дней. До отпуска вам нужно закончить разработку фичи и сдать ее клиенту. Оценка разработки фичи 16 часов. После разработки там нужно ее проревьюить, протестировать. Ну, вот обычный какой-то процесс сдачи. Разработчик говорит, я могу взять эту фичу в работу через 4 дня. Успеваете? Нет, потому что он сделает через 12 дней в лучшем случае. О, интересная штука. Так, экспертное мнение. Допустим, это качественный разработчик, который за 16 часов ее действительно сделаем. И вот именно в оценку у нас, ну, какого-то повода не верить нет. Но мы же понимаем, что 16 часов это не 2 рабочих дня, да? Да, не 2 рабочих дня. Ну, давайте. Тут вопрос про тестирование тоже очень интересный. Как это может завершиться? Как это может завершиться? Хорошо. Смотрите, как вам прикинуть? Ну, в целом вам кажется, ну вот у вас в запасе 10 рабочих дней, окей, там 2 рабочих дня плюс еще какое-то тестирование. Ну, в целом кажется, что скорее успеете или скорее не успеете? Мотаем головой, не успеете. Кто-нибудь считает, что успеем? Считаем, что успеем? Есть изменения. Обосновать можете? Я контроль-фрик, я проконтролирую, чтобы успели. Ну, смотрите, окей, 4 дня прошло, у нас 6 дней в запасе. 16 часов, это не 2 рабочих дня, но это 3 рабочих дня. Потому что, ну, камон, надо работать. Вот. У девушки рядом ужас какой-то. Это 7, да? Восьмой день нас на тестирование, 9 день нас на фиксы, 10 день мы созваниваем с клиентом и говорим, что закончим. Вот, вы считаете вот так последовательно, как эту задачу и вообще все похожие задачи, привязанные к дитлайну, правильно распутывать. Есть такая штука, называется реверсивное планирование. То есть оно наоборот происходит. Вам нужно задать себе вопрос, что нужно сделать, чтобы желаемое действие случилось, и дальше все действия в обратном порядке отматывать. Это вам поможет понять, что где-то вы уже заведомо не успели. Пример. Вам нужно уйти в отпуск через 10 дней. Это значит, что если клиент будет принимать фичу 1 день, через 9 дней фича должна быть у клиента. Это значит, через 9 дней он должен уже сказать вам, окей, я ее принял, чтобы вы там в последний день ничего с ним не согласовывали. Чтобы клиент ее через 9 дней принял, и если у клиента уходит 2 дня на приемку, он через 7 дней должен фичу себе получить на тестирование. Допустим, у нас есть тестирование фичи, а после тестирования мы возвращаем разработчику, он что-то правит, это занимает пару дней. Это значит, что фича на тестирование должна уйти через 5 дней. Разработка фичи не займет. 16 часов – это не 2 дня, примерно 2,5. Еще полдня потратит какой-то другой человек на код-ревью, там в целом 3 дня. Это значит, что у вас в разработку фича должна уйти через 2 дня от сегодня. И если разработчик говорит, что он фичу может взять не через 2 дня, а только через 4 дня, то через 10 дней мы никакие работы никому уже не сдадим. Вот такое реверсивное планирование. Я тут еще вкину чуть-чуть. У нас просто недавно был кейс. Мы очень здорово опередили дедлайн и сдали фичу, которую должны были сдать в начале января. Мы ее сдали в конце ноября, и в течение месяца заказчик делал ничего. А потом в начале января срочно начал набрасывать всякие изменения. Я тут чувствую себя героями МХА-классика. Поэтому у тебя там просто было, что один день он там примет, а тут у него выяснится, что у него там заболела тетя или там еще что-нибудь. Тут важно, вот до каждой цифры из этой колонки еще можно доколупаться, и там вот окажется, что вообще все в действительности не так. Следующая категория выбирайте. Менеджмент за 200. Как у нас мнения прям совпадают. Задачи без дедлайна фокапятся. Допустим, вам нужно подписать документы с клиентом до конца месяца. Если не подпишем документы, вы не останетесь без бонуса. Допустим, бонусы у вас по подписанным документам как-то считаются. Отправляем клиенту документы, и он говорит, я посмотрю их на неделю. В пятницу 26 число, и у вас в запасе есть два дня на подпись. Мы успеваем подписать, какие есть подвохи в этой ситуации. Это февраль или июль? Ну, февраль или июль. Допустим, это какой-нибудь день, месяц стандартный с 30 днями. Ну, два дня в запасе у вас действительно есть. Давайте, чтобы вас не мучить, пойду дальше. Здесь подвох в том, что клиент вам не дал на самом деле никакого дедлайна. Он вам пообещал довольно мутную, размытую формулировку до конца недели. Как это переводить на человеческий язык? Если до конца недели, а конец недели это 26 число, то вроде бы как бы чисто по-человечески, вам раньше 26 числа у него про статус нелогично спрашивать. Вы придете в среду, он скажет, я же сказал до конца недели. Что, дурак что ли? Уходи. Ну, а 26-го может оказаться, во-первых, что он задачу не сделал с первого раза. Во-вторых, есть вероятность, что когда человек вам говорит, ну, там до конца недели поделаю, он вам говорит на отвали дедлайн, чтобы вы просто отцепились от него, не задавали свои дурацкие ему вопросы. И если он дал вам дедлайн на отвали, то он, скорее всего, вообще ничего еще даже не начинал там делать. И выходит, если 26-го все не готово, то у вас времени на вторую попытку совсем не остается в запасе, потому что до конца месяца два дня. Мне кажется, у тебя там в начале, верни на предыдущий слайд, пожалуйста. Смотри, вот мне кажется, есть большая разница между фразой «посмотрю на недели» и «до конца недели». У тебя просто дальше, ты говоришь, что он пообещал до конца недели, но он вообще этого не обещал на самом деле. Да, в том-то и дело. Ну, то есть я про это говорю. Он вам не обещал никаких дедлайнов, и, ну, когда не фигурирует ни в каких дедлайнах конкретное число и время, вам, ну, не нужно верить в эти дедлайны, нужно всегда задавать уточняющие вопросы. Вот этот пример я привожу к тому, что если он говорит «посмотрю до конца недели», ну, вам вообще не имеет смысла спрашивать раньше, чем последний день. Там еще бывает формулировка «постараюсь посмотреть». Да-да-да, и вы заведомо ждете самого последнего дня и откладываете заведомо все на самый последний момент. Это повод серьезно сторожиться. Что делать, если вы заметили такую мутную формулировку и насторожились? Вы можете, чтобы вытащить из любого человека на свете дедлайн, использовать магическую фразу. Допустим, происходит ситуация, вам говорят «бла-бла-бла, до конца недели что-то сделаю». И вы говорите «давайте договоримся, когда мне вам напомнить про задачу, чтобы раньше времени вас не дергать». И после этого обычно человек вам называет дату по принципу «вот раньше этого времени точно будет не готово». Ну, типа «раньше времени не дергать». Как это срабатывает и как работает эта фраза? Когда вы говорите «когда мне вам напомнить про задачу, чтобы раньше времени не дергать», во-первых, исполнитель делает паузу, он задумывается, когда его лучше не дергать. И вероятность рандомного дедлайна на «отвали» в этот момент существенно снижается. Это хорошо. Дальше исполнитель из формулировки фразы понимает, что вы вернетесь и спросите с него, значит, к той дате, которую он назовет, скорее всего, должно быть готово, и он запланирует себе что-то поделать. Эта фраза сформулирована довольно заботливо, вы не хотите тревожить лишний раз человека, он в этот момент тоже ощущает заботу, и это в целом к вам располагает. И если после ответа на эту фразу человек вам назовет все-таки конкретную дату, вы можете уже здесь понять, что дедлайн какой-то нереальный, в который вы не успеваете, и начинаете заранее идти в переговоры. Например, клиент вам на это отвечает «ну, до конца недели, в пятницу давайте испишемся», и вы говорите «блин, а пораньше никак нельзя», и начинаете как-то с ним договариваться, чтобы это случилось пораньше, и вы все-таки в свои дедлайны успели. Выберите категорию. Кажется, мы уже выбрали. Менеджмент за 400. Не угадали. Менеджмент за 300. А вы за 300 пропустили, да? Черт. Ладно, сейчас буду тракторист. Менеджмент за 300. Автоматизация близости. Это мой личный лайфхак, который я маленечко использую на работе, и в основном использую в личной жизни. Здесь будут примеры, они основаны на Телеграме для личной жизни, и на Слаке для работы. Если вы не пользуетесь этими мессенджерами, я советую начать. Какие кейсы здесь решаем? Вы хотите кого-нибудь позвать, допустим, вместе провести время, но стесняетесь написать этому человеку. Или друг вам пишет «блин, мне не здоровится, давай через три дня спишемся, там пообщаемся, что мы можем вместе поделать». Или вы ночью вспоминаете, лежите, маме забыл позвонить, надо завтра обязательно маме позвонить. Или вам пишут «вот я сделаю задачу во вторник», или вы ставите задачу, вам вообще еще ничего не ответили. Что объединяет все эти случаи? Верно. Все эти задачи объединяет отложенное сообщение. Это же хитрые подписчики моего блога. Совершенно верно, эти задачи объединяет необходимость сделать что-то отложенное. Какие здесь есть такие донышки довольно… Ой, как смайлик забавно заменился. А что там было? Ну, там был смайлик, но он по-другому был отрисован. Если откладывать вот такие вот отложенные задачи и никуда их не выписывать, то вы, скорее всего, их не забудетесь, не запомните. Они очень мелкие, фоновые, шумные, и они у вас будут откладываться, 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 вы их, скорее всего, никогда и не сделаете. Ну, там у вас всегда будет вот там завтра-завтра-завтра-завтра, спишемся, завтра-всегда-завтра. Чтобы сделать такую задачу, про нее нужно как-то сознательно повспоминать. Вы тратите на процесс этого вспоминания какое-то свое внимание. И всегда бывает очень больно, потому что объем таких задач обычно он очень большой. Брать и все такие задачи выписывать в список, чтобы не приходилось их вспоминать, это довольно муторно, и на это само по себе уходит довольно много времени. Потом этот список надо еще администрировать, чистить, двигать даты. Это много геморроя. И самый большой консерн, что обычно таких задач накапливается очень-очень-очень много. Если вы интроверты, у вас много коммуникаций, там вообще бесконечное количество. Что вам поможет? Вам поможет никогда в жизни не вспоминать про такие задачи самому, а автоматизировать их выполнение. Каким способом это можно сделать? Это можно сделать с помощью двух инструментов. Отложенные сообщения и второй – это напоминалки. Напоминалки есть только в Slack. Как решается такой кейс? Допустим, вы хотите кого-то позвать, тусить, но стесняетесь. У меня было такое с бывшим шефом, который прекрасный человек. Мы сохранили отношения, но мне было очень стеснительно позвать ее вместе пить вино. И я писала отложенные сообщения, ставила отправку куда-нибудь рандомом на середину недели. И так я вроде бы черновик пишу, я и не отправляю его, а потом она сама отправляется, и там какого-то внутреннего сопротивления на решение такой задачи нет. Допустим, если вам друг пишет, мне не здоровится, давай через три дня спишемся, вы можете сразу же написать ему сообщение, как ты себя чувствуешь, и настроить отложенную отправку на через три дня. И будет выглядеть так, будто вы позаботились, и вам это правда интересно, и он почувствует, блин, какой вы классный, милый человек. Если вы ночью вспоминаете, маме надо позвонить снова, забыл. Звонить ночью маме, скорее всего, не стоит, но можно ей написать отложенное сообщение, мама, привет. Я не знаю, как это работает, мне мама перезванивает сама в таких случаях, если я ей что-то пишу, и это срабатывает. Ну и если вам исполнитель пишет, я сделаю задачу во вторник, сразу пишите отложенное сообщение на вторник, привет, что там, как статус. Если ставите задачу, исполнитель ничего не ответил, ставите на какой-нибудь, допустим, плюс один день, вопрос, привет, ты увидел, прочитал, давай сверимся. Вот это работает в таких случаях. Как именно отправлять отложенные сообщения? В Телеграме вам нужно зажать просто иконку отправки и выбрать отправить позже, и там выбрать любую дату. В Slack вам нужно, в Slack есть напоминалки, это когда вам пришло какое-то сообщение, и вы не хотите на него отвечать прямо сейчас, или когда вы отправили какое-то сообщение, и вы можете про свое же сообщение себе напоминать, чтобы убедиться, что там на него есть ответ. Вы жмете три точки, напомнить мне, выбираете, когда вам про него стоит напомнить, и они вам в отдельную ленту все сыпятся. Вот. Менеджмент 400. Как вытащить из человека конкретику, если он вам ее не дает? Я могла бы здесь привести менеджерский пример, но у меня бывает такое иногда, что вы там говорите что-нибудь человеку, разработчика просите оценить задачу, или еще хуже дедлайн, или что-нибудь еще, он начинает мяться так, скромно прячет глаза, какие-то звуки вроде бы издает, но ничего конкретного вам не говорит. И как бы непонятно, как себя вести в таких случаях. И вот люди обычно так себя ведут не потому, что они от вас что-то пытаются, не дай бог, скрыть, не потому, что они мудаки, не потому, что они там не умеют что-то оценивать. Они просто не уверены сами в результате и очень не хотят вас подвести. И нужно их научить, давать вам информацию так, чтобы они не испытывали такого ощущения. У меня пример всегда из жизни, в автосервисах я сталкиваюсь с максимальной неконкретикой. Я задаю, отдаю всегда машину в сервис, задаю вопрос, сколько будет стоить ремонт, и там начинают такое типа, ну там знаете, там разбирать еще, там втулки, там заменить вот это. И они начинают там звать каких-то других людей, там что-то обсуждать, махать руками. Но никакую стоимость ремонта мне не называют. А я такой суеверный человек, я не могу согласиться отдать сколько угодно денег за машину, мне там религия не позволяет. Вот, поэтому я в таких случаях вытаскиваю конкретику. Каким образом ее можно вытащить? Называйте конкретику сами, и с вами либо соглашаются, либо не соглашаются. Это гениально, его можно к начальникам, клиентам, к сотрудникам, кому угодно применять. Это работает всегда одинаково и гениально. Как это срабатывает? Сколько будет стоить ремонт? Ну там девушка, непонятно, ну вот сколько-то стоит, но как бы сколько-то не стоит. И вы говорите, ну 15 тысяч стоит? Они говорят, ну нет, нет, ну не 15, конечно, ну 8 максимум. И магическим образом стоимость сразу становится понятной. Либо они с вами соглашаются, ну да, там плюс-минус. Если после этой фразы они вам конкретику все-таки не называют, добиваем магической фразой. От чего это зависит? И они вам начинают все воронки рисковые раскладывать сами, что ну вот если вот так, то столько, если вот так, то столько, и вы уже можете в этот момент принимать какие-то решения. Да? Ну не получится ли так, что они вас потом погрузят в детали там работы вариатора, там допустим? А ну какая разница, они же цифру какую-то для этого называют. Ну тут вопрос в том, что вам необходимо для принятия решения, и вы им навязываете ту конкретику, которая вам нужна для принятия решения. Вам нужно для принятия решения срок, навязывайте им срок. Они либо соглашаются, либо не соглашаются. Нужна сумма, называйте. И да, они там кучу вообще информации дадут, но конкретику тоже дадут. Вот можно я тоже тут чуть-чуть прокомментирую. Есть такая фраза, не помню чья, что в торговле, когда вот идет торговля, да, первым, ну проиграл тот, кто первым назвал цену. Вот ты здесь не боишься, что ты наоборот даешь им шанс сказать тебе 15 тысяч, хотя на самом деле там было 8, а они такие, а, так ты готова на 15, ну значит для тебя 15. Называйте 2. Ну вот, да, то есть я к чему, к тому, что может быть имеет смысл назвать все-таки сначала заниженную, пусть они аргументируют на повышение, чем наоборот. Это да, какой-то вопрос, ну вашего доверия к окружению, ну там, я когда так делаю, ну обычно я делаю так с людьми, которым я плюс-минус доверяю, сервисы я вроде бы не зашкварную выбираю, вот это вот все. И я называю, исходя из своих ожиданий, какую-то вещь, что я готова вот столько за это заплатить. И поэтому даже если они назовут 15, я, если они назовут 15, не думаю, что они меня обманут, потому что я им доверяю, но и это та сумма, с которой я готова соглашаться. Если вы думаете, что вас могут обманывать, вы можете манипулировать этой штукой. Подход такой, что называете тот параметр, на который вам комфортно согласиться, и вам соглашаются на то, что вам и так комфортно, либо аргументируют, почему так не сработает. Ну и вы как-то свою реальность под это точите. Вот. Это работает во всех вообще сферах. Скидывайте, допустим, клиенту сборку посмотреть. Вот этот вот кейс, когда он там, я посмотрю на самом деле, я не посмотрю, и уже декабрь, январь, февраль, а он все еще ничего не посмотрел. Задаем вопрос, когда сможете посмотреть. Он говорит, я на неделю отвечу, даже не посмотрю, а просто отвечу, когда смогу посмотреть. Вы можете прикинуть, в неделе 5 дней, если вы будете таким способом принимать от людей дедлайны, у вас каждый срок может потенциально в 5 раз увеличиваться. Поэтому вы такой дедлайн не принимаете, задаете уточняющие магические вопросы. Окей, давайте 15-го спишемся, или к этому времени точно не будет готово, и не дергать вас зря. Сразу два ему лайфхака, и навязали, и не дергать вас зря. И он соглашается, либо спорит и говорит, почему он точно не сможет в этот момент. У вас полностью вся информация для принятия решений в этот момент появилась. Вот. Давай, жги. Тоже такое выбрать? Менеджмент 500. Допустим, бывают в жизни иногда такие ситуации, когда кто-то, с кем вы считаете, что вы не можете спорить или не хотите спорить, например, клиент или ваш руководитель у вас что-то просит срочно. Там есть такая симптоматика, вам пишут в нерабочее время, просят срочно, несколько раз задают вопрос, когда, 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 когда это случится, когда это случится. Что делать в таких случаях? Я у стоматолога. Набрать. Хорошо. Жить у стоматолога или набрать. Шутки шутками, но я думаю, что надо понимать, что мы все люди как бы со своей жизнью, и надо это обговаривать заранее. Образно говоря, что... Расставлять границы. Да, границы личные должны быть, и, сори, давайте обсудим это в рабочее время. А если вам в рабочее время много раз задают, когда? Ну, тогда уже решать непосредственно, когда. Извините, тебе дали, да, давать дедлайн. Ну, надо понимать, опять же таки, механику, когда ты это можешь делать. То есть не надо, образно говоря, на примере, на кейсе с тем же автосервисом давать 15-го, если я не знаю, что там будет чинить, да, может там двигатель, а может там образно говоря. То есть реалистичный дедлайн, или пессимистичный. Да, то есть надо понимать, да. Ну, я в таких случаях спрашиваю, я могу этим заняться тогда-то. Приемлемо ли это? Назвать дату старта. Да, назвать дату и спросить, что страшного произойдет, если я не сделаю это прямо сейчас. То есть сколько котиков там умрет, или что случится. Ну, это вообще, вы знаете, про нас. Она не надо, так сказать, сразу чувствуется. Да, давайте двинемся. Сейчас не будет каких-то лайфхаков. В явном виде будет серия медитаций. Вот в каких областях можно искать решение такой задачи. Медитация один. Когда у вас спрашивают, просят сделать прямо сейчас, и давят, вот когда, когда, когда вы сделаете, на самом деле человеку в этот момент нужна не сделанная задача, а определенность. Это чаще всего так работает с клиентами. У него, клиент, допустим, заказывает у вас какую-то штуку, платит вам деньги, и ожидает, что вы контролируете проект. Если у него нет какой-то понятной даты, что и когда происходит, у него неопределенность, тревожность, и он считает, что он платит деньги за что-то, что вы не контролируете, и у него, ну, если он хочет действительно завершать проект, есть огромное желание влезть и самому там все поконтролировать. Отсюда рождаются ситуации, когда сделаете прямо сейчас, и когда вы сделаете, когда, 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 когда. Вообще самая верная симптоматика, если несколько раз слышите слово «когда», значит, у человека нет определенности, вам нужно давать ему определенность, и как-то его успокаивать. И, ну, соответственно, первый шаг, что вы можете сделать, вы можете сказать, когда вы ответите, что я вижу ваше сообщение, оно не потерялось, я на него прореагирую вот тогда-то. И человек знает, что раньше какого-то времени ему кипшить и тревожиться точно не нужно. Вторая медитация. Любой дедлайн можно подменять определенностью. Ну, то есть, бывают ситуации, когда называть дедлайн нельзя, допустим, там в самой задаче есть какая-то неопределенность, и вам нужно потратить время, или задача зависит от нескольких людей, и вы пока не можете сходу это состыковать. И в таком случае вам нужно назвать дедлайн следующего шага. Вы, как совершенно правильно сказали, когда займусь. Либо мы, допустим, отправили кому-нибудь на проверку, там ревью на стороне стора, мы не можем повлиять на стор, мы отправили ревью на стороне стора, я их попингую тогда-то. И, ну, клиент понимает, что вот он не ждет непонятно чего, такого-то числа случится действие. То есть, вы подменяете любой определенностью, которую вы в состоянии только человеку давать. Все это направлено на то, чтобы он не тревожился, он знал, что что-то происходит, там все не продолбалось. Следующая медитация чаще всего, особенно, когда вы говорите с руководителем, надежность важнее скорости. Когда вас просят что-то сделать и спрашивают несколько раз, когда, не нужно называть какой-то быстрый всратый дедлайн, что да вот завтра там уже все будет готово. Человек под него может что-то спланировать. И вообще человек от вас чаще всего, если этот руководитель получает дедлайны, чтобы выстроить, чтобы не получить результат задачи, который у вас, а чтобы выстроить все остальные действия, вот когда вы ему что-то разлочите. И поэтому, если вы называете какой-то дедлайн, чтобы свою задачу завершить, но не выполняете, вы не только не завершили свою задачу, но и уронили человеку все остальное планирование. И вот это бесит намного сильнее, потому что там, скорее всего, огромный объем работы, еще со всеми надо передоговориться. Поэтому лучше вам называть дедлайн более долгий, в который вы точно попадете, но который обеспечит человеку надежность. Четвертая медитация. Не бывает срочности, бывают приоритеты. Допустим, вас что-то просят сделать действительно срочно, вы никак не можете, вы заняты другим. И тогда вам нужно объяснить человеку, какой вред будет, если сделать эту задачу быстро. И второе, сказать, что вам мешает сделать эту задачу быстро. И в этот момент вы, скорее всего, будете договариваться. Пример, когда с вас руководители, не знаю, просят ли, просят какую-нибудь оценку или цифру, или что-нибудь еще срочно. И часто такое случается, потому что им нужно дать обещание клиенту, если у вас просят проектный менеджер. Или им нужно дать какие-то ориентиры по сроку, к этим ориентирам по срокам, там еще маркетинг на стороне клиента подвяжется и куча вещей. И если вы начнете быстро оценивать и дадите результат через час, вы можете не увидеть какой-то сложности. И принять на ваши цифры никакие решения будет нельзя, потому что вы упустите огромный кусок пользы. И поэтому вам нужно спокойно объяснить человеку, вот ты с меня просишь срочно, если я буду делать эту задачу быстро, я могу продолбаться вот тут, тут, тут. И там человек либо заложится, либо он поймет, что он не может идти на такой риск, ему точность важнее, и тогда он приоритет срочности с вас снимет. То есть обязательно объясните, какие негативные последствия будут, если вы сделаете то, что просит человек. Это всегда срабатывает, потому что человек хочет что-то другое, а не выполненную задачу всегда. Результат этих четырех медитаций. Вы не работаете, когда вам неудобно, и откладываете, и никто от того, что вы какую-то задачу отложили, не тревожится. И это очень важно. У вас формируется репутация очень надежного человека, на которого можно положиться, и все будет точно, классно, закрыто. Вы не поджигаете жопу себе, вы не поджигаете жопу другим, вы просите столько времени, сколько вам нужно, правда, на выполнение задачи. И если на вас давят срочностью, то перестают давить, либо вы эту срочность можете выполнять, там с вас снимают какие-то другие задачи, если она действительно важна. Все. Это мой инстаграм. Я не веду больше блог. Вы можете не смотреть мои сторисы, они теперь личные, там с ноготочками, с кальянами. Но там в постах и в закрепленных хайлайтсах есть куча вот таких лайфхаков по менеджменту. Их можно даже не подписываясь, просто почитать. Вот вопросы можно задать мне. А можно я сначала задам тебе вопрос? А расскажи, что ты делала до этого? Чуть подробнее, потому что ты как-то так сразу, эх, я вот менеджер, там, тролли-валя, а началось-то с чего, да? С какой точки? Ну, не знаю, с универа, там, или с чего-то такого. Ну, хотя бы в двух словах. Я с удивлением полтора года назад обнаружила, что я училась в МГУ на менеджменте. У меня красный диплом. Я работаю по образованию, оказывается. Жизнь проходила мимо, и тут оп. Да, я училась в менеджменте социально-культурной сферы. Меня учили руководить алкоголиками, людьми в кризисе. И вот я в IT. Класс. Ну, так это... Слушай, ну сейчас тебе вполне могут достаться алкоголики и люди в кризисе. Ну, в смысле, это все нормально. А потом я, ну вот, предыдущий докладчик совершенно справедливо заметил, что то, на что делает упор менеджер, очень сильно зависит от его бэкграунда. Я до менеджмента работала в маркетинге, и поэтому я как менеджер очень хорошо понимаю, откуда берутся деньги. Вот, и вот это вот всякие штуки. И поэтому я расту больше не в IT-шный менеджмент, а в менеджмент организации всегда. Я работала маркетологом, потом меня сделали там руководителем внутреннего проекта, PM, потом этот проект мы сделали. Я стала внезапно для себя руководителем стартапа. Год руководила стартапом, пришла в лайфтайпинг PM. Потом стала руководителем PM-ов, потом стала руководителем руководителя PM-ов, потом начался кризис. Я поняла, что надо делать то, что никто не делает. Там были какие-то зоны ответственности, которые никому не прибиты, а я их видела, потому что, когда начинается кризис, там был кризис начала роста, не вот этот, который сейчас. У нас клиентов стало больше, чем производство. И когда вот эти штуки происходят, всегда рвется проектный менеджмент, потому что он между клиентами и производством. Поэтому я кризис видела лучше всего. Я стала директором по стратегии через какое-то время. И мы начали выращивать несколько вещей, пока я их тоже лидирую и отдам, надеюсь. Ну вот я тебе, как в качестве обратной связи, хочу сказать, что вот это стремление браться за то, за что не берется никто, это предпринимательское качество. Для меня это самое большое место. Так что, скорее всего, ты вырастешь в предпринимателе. Ну там, скорее всего, у меня есть такая штука. Я когда приходила в лайфтайпинг, Денис Визигин, интеллектор по производству, меня собеседовал, и он сразу понял, что к нему пришел человек, руководитель стартапа. Что-то тут на должность менеджера, что-то тут мутно. И он меня спросил, почему я не пойду в бизнес. Ну и для меня сейчас в существующем бизнесе больше возможностей реализоваться, чем предпринимателем. Потому что я не хочу заниматься финучетом, не хочу будку учетом, не хочу продажами. Продажами у Саши Кузнецова-Генгира прекрасно получается заниматься. И тут я могу находиться в бизнесе, в который я верю, в команду, в которую я верю, и заниматься только тем, что я хочу. Ну вот мы на IT-форуме, когда у нас продакт-секция была, мы как раз обсуждали вот эту тему, кто такой продакт, и говорили о том, что это внутренний предприниматель, который по какой-то причине не хочет рисковать сам собственной шкурой, но он может большинство предпринимательских качеств реализовывать внутри компании. Вот это, видимо, тот самый случай. Ну там у меня есть еще такая штука, я понимаю, что когда я нахожусь на своем месте, а не на том, где мне пришлось быть, как предпринимателю бы пришлось, я могу сильнее бизнес выращивать. Типа вот я делаю что-то правильное в менеджменте, так что клиенты, ну там у нас сократился, первый мой результат был, у нас сократился скорость оттока клиентов, там у нас была заменяемость, а кризис роста начался в том числе из-за того, что к нам новые пришли, а старые не ушли. И у нас внезапно начали очень сильно расти команды, там мы в полтора раза в людях выросли, и я понимаю, что вот у кучи людей есть работа, потому что я нахожусь на своем месте, я сделаю все правильно. И это дравит намного сильнее, чем заниматься бухгалтером в своем бизнесе. Ну да, предпринимателю иногда приходится заниматься не тем, чем он хочет, а тем, чем сейчас надо заниматься. Меня еще одна мысль гложет. Вот, Любовь, можете откатать вот это? Скажите, когда остановиться? Там где вот внимание, что-то такое. Как распределять внимание, вот это вот все. Вот я смотрю на вот эти вот циферки. Про распределение внимания, да. Вот, стоп, да. Это экспертно, это не что? Да, и у меня вот такое ощущение дежавю. Я понял, почему оно. Вот, у Макса Дорофеева есть понятие мысли топлива. Да, да, это мысли топлива. Вот это, наверное, оно и есть. Да? Там такая штука есть. Мы с Сашей Кузнецовым, Генгиром, периодически обсуждаем, что ж я такая эффективная, остальные нет. И почему, когда я беру какую-то задачу, ну, внезапно проблема пропадает. И, ну, там выясняется, не потому что я там какая-то сама по себе эффективная, и вот это вот все, а потому что есть проблема, и проблема из-за того, что чаще всего никто не обращает внимания вот на какую-то причину проблемы. Когда я прихожу решать, я не делаю чего-то сверх, просто ничего сверх невозможного, я просто начинаю обращать внимание системно на причину проблемы. Там, грубо говоря, есть какие-то сдвиги по срокам, я с какой-то частотой начинаю спрашивать у людей про сроки. И просто из-за того факта, что начинаю туда обращаться внимание, сама проблема по себе пропадает. Поэтому есть такая штука, верно заметили в Дорофееве мысли топлива, это теория о том, что количество внимания ограничено. Вот у вас есть в день 10 штук внимания, вы их в день расходуете. Можете на чтение почты и на мелкую рутину израсходовать 10 штук внимания. А можете автоматизировать вот это вот все, а 10 штук внимания на что-то качественное израсходовать. И вторая аксиома, вот то, куда вы направляете внимание, совершенно точно поменяется в лучшую сторону, просто из-за того, что вы туда направляете внимание. Так, у нас есть вопрос с Ютуба. Как перестать все делать в последний момент перед дедлайном и равномерно распределять на неделю, месяц и так далее? Ну не сделайте что-нибудь перед дедлайном, может быть и не надо делать. У меня всегда, когда касается вопрос, что делается что-то в последний момент перед дедлайном, во-первых, я сама такая, вы там, что от меня ждете? Во-вторых, это для меня всегда разговор про приоритеты, что ну вы что-то делаете к дедлайну, потому что вы думаете, если не сделать к дедлайну, случится что-то плохое. А узнайте вообще, случится ли и не делайте. Второе, если вы делаете что-то только к дедлайну, значит были какие-то более важные вещи, которые вы делали вот тогда, когда должны были делать эту задачу. Подумайте, действительно ли они важны, и если они важнее, почему вы должны уделять внимание вообще тому, на что направлен дедлайн. Ну то есть здесь всегда две вещи, приоритеты и нахера вы это делаете вообще. Ну там отчасти вещей можно безболезненно. Там еще же есть метод трех гвоздей, да, там ты перевесил первый раз, второй раз, если третий раз захотелось перевесить, выкини просто. Спасибо большое за доклад, было очень интересно. У меня два вопроса. Первое, согласны ли вы, что вот вам называют время, которое будет потрачено на разработку какой-то фичи, к примеру, и нужно ли это планируемое время умножать на число пи? А почему на пи? А чтобы учесть. Эмпирически выведенное число. Чтобы уложиться в дедлайн. Нет, там есть несколько вещей. Есть оценка задачи, есть длительность задачи, она же календарный срок, есть стоимость задачи. Оценка задачи это то, сколько ты говоришь, у тебя уйдет на разработку. Календарный срок это то количество времени, ну там грубо говоря оценка задачи 8 часов. Календарный срок это количество времени, за которое ты сделаешь задачу на 8 часов, от 8 часов до бесконечности. Стоимость задачи – это твоя разработка плюс вложенность всех проектов, которые есть вокруг разработки. Митинги, код-ревью, тестирование отдельно может выноситься. То есть она заведомо больше. Нужно ли умножать на число P? Я не считаю. Я считаю, что нужно очень хорошо менеджеру уметь различать оценку стоимости календарной сроки. Это первое. А второе, когда тебе кто-то называет оценку, нужно вырабатывать процесс доверия. Ты в какой-то момент начинаешь просто от человека принимать оценки. Если ты не можешь принимать и чувствуешь в себе какую-то потребность умножить на два, то стоит просто позадавать человеку вопросы, что он вложил. И стоит это делать каждый раз, чтобы ты успокаивался, что он это учел, это учел. А вот интеграции между сервисами не учел. И вот тут надо вложиться. И это намного качественнее, потому что человек может сам увидеть дырку неожиданно. Или ты можешь увидеть неожиданно дырку где-то недооцененную. А второе, там выстраивается процесс доверия, и ты в какой-то момент перестаешь тратить время на то, чтобы подстраховаться, подумать, а сколько тебе подстраховаться. И там вот это сделать под конкретного человека, ты просто начинаешь знать. И это очень быстро происходит. Спасибо. И второй вопрос. Тут есть второй лайфхак, если ты разраб, а не менеджер, там высокая вероятность сесть на попку и ждать, когда менеджер начнет выстраивать вот этот процесс доверия к тебе. Ты можешь поступать очень хитро, ты можешь приносить ему оценку и говорить, я заложил вот это, 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 это. И сам давать такой список. Ну там менеджер увидит сам дырки, задаст вопросы или подумает, какой же ты классный, как приятно с тобой работать. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Как менеджерить в чрезвычайных ситуациях? Пример. Допустим, делаем интернет-магазин для заказчика, есть договор, есть сроки, есть бюджет, который оплачен. Все сделали, сделали модули для доставки через DHL, сделали приемку оплаты для PayPal, так как сайт интернациональный. И в один момент это все не работает, ну по некоторым причинам. И как вот сохранять спокойствие в такой ситуации? Ну там, поверить, что если вы не сохраняете спокойствие, это ничему не поможет и точно навредит. Вот так сохранять спокойствие. Ну типа, всегда в таких случаях, я, есть техника японская, опять почему, задаешь вопрос, почему, просто до конца, почему не работает, а что надо, а что надо. И вот так это все разматываешь. Ну там, ну типа, про сферы влияния, там какой-то абстрактный кейс есть, договор, есть какие-то сроки, есть какие-то деньги. И, ну, непонятно, какой вред от того, что оно отломалось. Ну типа, клиент что-то не успевает запустить, это значит, надо, ну там, поразбираться, почему отломалось. Если отломалось по причинам, не переделывать, придумать костыль. Там, если клиенту важно, чтобы оно все работало, а у вас бюджет закончился, оно отломалось, там другие действия. Ну то есть, ну типа, понимать, что сейчас самое важное, там, согласовать это с кем-то, с менеджером, с бизнес-оунером. И потом вот этого разматывать, почему. Ну вот пример, сайт базируется в России, а должен быть интернациональный, чтобы работать с другими странами. А доступ элементарно, допустим, модуль PayPal отвалился, потому что к нему заблокирован доступ. И все, и что с этим делать, непонятно. А ничего с этим не делать. Ну типа, тут вам нужно просто дать информацию. Ну вот смотрите, ситуация вот такая, вот поэтому можно сделать вот это, вот это сделать нельзя. И все, и вы даете, ну вот смотрите, ну там всегда в таких моментах, когда что-то происходит, какому-то человеку нужно принять какие-то решения. Лучшее, что вы можете дать, это дать достаточную информацию для принятия решений. Обычно это, ну, почему мы не можем делать так, как раньше, и что мы можем делать, и все. Отвечаешь на эти два вопроса. Как раньше мы не можем делать, потому что нас заблокировали, это же за чем мы можем сделать. Можем поднимать там VPN, можем вот так, можем на российских, и даешь просто варианты. И ты лапочка, потому что помог принять решение, и человеку не нужно самому выламывать себе мозг, и думать, а что, и что теперь. Хорошо, спасибо. Ну и тут есть такая штука в условиях кризиса, отдельно хочу сказать, я директор по стратегическому развитию в условиях войны. Я в ужасе. И, ну, здесь нет ответов однозначных никогда. Не бывает способов, вот в таких, ну, ситуация называется черный лебедь, когда непонятно откуда прилетела, поменялась, вот это вот все, и нормально в таких ситуациях иметь ответ не знаю. Вообще, если уж на то пошло, в любом договоре всегда есть секция форс-мажор, и слово война там присутствует. Ну, или там вот какие-то такие вещи, да? Стихийные бедствия там, всякие штуки. То есть здесь главная справка из торгово-промышленной палаты, что да, вот, как бы, извините, форс-мажор. Да, ну, на уровне договора там, я уверена, что все студии вообще в России защищены. На уровне действий вы сделаете самое лучшее, что вы можете сделать, если вы скажете, и что делать теперь, или какими способами мы можем поступать. Просто даете список, вот так можно делать, вот так не получится делать. Принимайте решение. Да, да, да. Ну, то есть вы клиенту даете варианты, но просто чтобы все понимали, что ситуация как бы от вас не зависит никак, и вы тут не виноваты. Спасибо за доклад. Скажите, нужно ли как-то с этим бороться, когда времени тратишь на митинги больше, чем на саму разработку? Ну, смотря кто вы, и смотря зачем вы на митингах. Ну, там, типа, ответ на этот вопрос такой. Что случится, если вы станете меньше ходить на митинги и больше уделять внимание разработке? Не знаю, просто у нас в календаре стоят митинги, мы как-то ходим, нам даже нет. Вы даже не спрашиваете, зачем? Задайте вопрос оунеру, ну, типа, какая от меня польза? И, ну, сверьте с остальной пользой и скажите, вот смотрите, на митинге от меня такая польза, в других местах от меня вот такая польза, для меня это важнее приоритетом. И называйте человеку, как ему решить свою проблему без вас. Вот, типа, на митинге от меня такая польза, вам нужно, чтобы кто-то вам просто послушал и кивнул. Чтобы я кивнул, но не ходил на митинг, напишите мне два приложения, я вам просто кивну. Ну, типа, говорите, как без вас решать задачу. Спасибо. От любой задачи, в том числе от митингов, любой человек, разработчик, джун, кто угодно, может отказываться. Важно давать информацию, почему ты это делаешь, объективно рассказывать, что есть что-то важнее. Все люди в бизнесе за бизнес, и понимают, что надо делать важные вещи, а не те, которые кто-то придумал. И давайте план, как без вас решать задачу. Спасибо. И вот второй вопрос. Бывает такое, когда менеджер, у него выделено время на задачу, допустим, 16 часов, а говорит 5. И надо ли как-то с этим бороться? И ты понимаешь, что еще какую-то задачу надо делать 16 часов как разработчик. Как вот с менеджером бороться тем, что выделяй мне больше времени? Если обычными разговорами. Вам нужно бороться на уровне, ну вот то, что ты сейчас сказал, это вопрос стоимости оценки. Бороться с тем, что стоимость отличается от оценки, не нужно, потому что менеджер вкладывает много вещей в стоимость, в том числе, которые не зависят от тебя, и это хорошо, что он вкладывает. И при этом важно, чтобы все оценки в тасках, и все диаграммы Ганта он строил от оценки. Грубо говоря, ты говоришь, я сделаю задачу за 8 часов, менеджер знает, что накрутятся риски, и он должен диаграмму Ганта построить от твоей оценки, от не от рисков, чтобы, когда ты пообещал, прийти и спросить с тебя за твое обещание, а не съесть все свои риски на то, что он там подстраховался. Ну то есть с этим бороться не надо. Бороться на уровне оценок абсолютно надо. Точно такой же ответ рассказывает, что я тебе даю оценку 16 часов, ты слезаешь до 5. Так нельзя сделать, вот потому что я заложил вот это. И там окажется, что ты или вложенность слишком большую заложил, а результат задачи вообще не такой, можно как-нибудь супер проще сделать. Либо менеджер видит и такой, о, ага. Ну и ты там можешь, магическая фраза типа, если мы заложим 5 часов, то у меня не получится сделать быстрее, у тебя и бюджет, и сроки вылетят. И менеджер такой, опа, и пошел договариваться. Спасибо. Так, можно я там тоже один вопросик. Можешь туда, где у тебя про напоминалки, что вот выставить в Slack, в Telegram, там отложенные сообщения и так далее. Вот есть в этом месте одна дырочка, в которой, скорее всего, все-таки не удастся избавиться от списка задач полностью, потому что вот в последнем кейсе, например, ты-то ему отправишь во вторник, а он продолбает. И все. И не ответит никогда. То есть у него это сообщение отпадет. То есть либо ты начинаешь закладывать эти повторы без конца, либо все-таки у тебя висит задача, что нужно ему еще раз напомнить. Я могу это решать. Мне очень сильно помогает, что у нас в Slack рабочая коммуникация, а в Slack есть не только отложенная отправка, но и ремайндеры. И я всегда так делаю. Типа, когда мне человек не дал обратную связь, я всегда пользуюсь только ремайндером. И там, да, это постоянное откладывание. Там ты написал человеку, он не ответил. Ты говоришь, напомни мне там через 3 часа или через день или в дату и время. На свое сообщение пишешь. Дальше тебе прилетает твое сообщение, что вот, смотри, ты написал, тебе не ответили. И ты можешь задать вопрос, ну что там, обычно человек с ну что там спохватывается. Либо если ты понимаешь, что объективные какие-то штуки, он не мог ответить, ты маленечко свой ремайндер еще двигаешь там же. Ну там с двиганием это плохо, это значит, что ты неправильно дал дедлайн и тебе лучше было сразу, но позже его отложить. Ну нормально, втыкаешь себе напоминалку, задаешь вопрос. Ты не ответил. Ответь. Ну вот Google, кстати, тоже там какое-то время назад сделал такую фичу, что ты когда отправляешь письмо, тебе на него не отвечают, он через некоторое время его вытаскивает во входящий, говорит, тебе пять дней не ответили на это письмо там. Повторить, напомнить. Штука медитативная. Я использую такие вещи вообще применимо ко всем, к начальникам, клиентам и так далее. И бывают люди, я с удивлением обнаружила, что мои коллеги видят, насколько я загружена и какой важности на мне задачи. И они, ну там редактор, когда мы пишем статью, стесняется меня напомнить про статью, потому что вот чего она со своей статьей, и ты меня подвлекает, она очень стесняется. И есть такая штука, что люди, эксперты, перегруженные клиенты и так далее, у них такой объем задач, что они правда не запоминают маленькие задачи, там какое-то сообщение, которое им показалось неважным. Но когда им напоминают, всегда испытывается ощущение, типа, блин, спасибо, что напомнил. Поэтому, ну вот, важно не стесняться напоминать, если вам кто-то не ответил, нормально сказать, ты не ответил, скорее всего, человек испытает облегчение, что вы ему напомнили про это. И не будет такого, что, о боже мой, я запингую, да как же так, не запингуете, все хорошо. Да, я подтверждаю, мне тоже часто такое бывает, когда человек один раз что-то попросил, причем попросил в мессенджере, и у меня, естественно, это дело утонуло, да. То есть ты, когда сообщение прочитал, в этот момент не мог ответить, все, ты его больше не видишь никогда, поэтому я всегда прошу, пишите мне на почту, но люди почему-то стесняются потом напомнить, и когда я сама вдруг случайно вспомню, там, не знаю, через месяц, что ж ты мне не напомнил, ну я решил, что раз ты не ответила, значит, это не важно, ты очень занята, и вот это все, не надо так, да. А задача, как бы у тебя фокапится, ну когда у тебя фокапится задача, ты делаешь все, чтобы она не зафокапилась. Надо напоминать, напоминаешь, ну типа, в этом, ну у того, кому напоминать, тоже нет никаких никогда проблем. Вот. Еще вопросики. Так, есть еще? Или все хотят кофе? Ну ладно, спасибо вам. Так, ладно. Ну уже давайте в кулуарах. Сейчас. Да все уже. Давайте похлопаем. Спасибо.